Новое видео выходит каждый день в 20.00. Предыдущие два выпуска Самп Ньюс категорически зашли вам и были, знаете так, тепло восприняты. Именно поэтому это уже третий выпуск Самп Ньюс за самое непродолжительное время. А, мастюки! Хуйяры! Также этот сельский бомбер хочет добить к лету 23 подписчикам. Пододал гондон. Быстро в машину, дура! Окей, садимся. Это, наверное, самая вот долгосрочная рубрика на моем канале, которая будет выходить еще достаточно долго. А также я хотел бы вам напомнить, что, что бы я тут ни говорил, данные выпуски Самп Ньюс, они будут все равно лучше, чем вот эти вот, знаете, недоновости Брулева. Потому что, во-первых, у меня есть классная, красивая заставка, которую мне делал сам Барон Гейм Коронос. А также я авторитетный, неподкупный и авторитетный игровой обзорщик GTA Самп серверов на GTA Самп Ютубе. Поэтому давайте приступим к данному выпуску новостей. Сегодня у нас дайджест за 26 апреля. А ведь не зря же, вчера про абсолютно писал, пишет редактор в этом самом дайджесте. Эта фотография была опубликована в группе проекта с надписью «Там на старом IP еще играют». Надеюсь, хоть РП они там не отыграют, пишет все тот же редактор. И я с редактором как нельзя, кстати, согласен. Это, знаете, такая эдакая пост-ирония со стороны редактора. Мол, типа, знаете, абсолют роли-плей и какой-то там роли-плей на старом IP. Ну, я думаю, что вы меня поняли. Modulus Playground Metro. Изображение персонажа в комбинезоне. Кстати, недавно узнал, что на проекте шлемы и бронежилеты с разгрузками будут в виде атачи, что круто. My Home Roleplay. В среду я, то есть редактор, рассказывал про карту Vice City на My Home. Теперь они ее полноценно выложили в сеть. Ничего особо нового, но здесь ты можешь увидеть радар. И, кстати, ребят, если вы еще не видели полноценный обзор на My Home Roleplay на Samp03DL, то можете посмотреть его, вот этот самый обзор, по подсказке справа сверху. Amazing ZM или Amazing, да, я думаю, это не особо такие важно. Федя, не знаю, что за Федя. И его команда сообщает о том, что разработка глобального обновления идет полным ходом. Среди новенького нас ждет обновленный инвентарь. Его можно увидеть на скриншоте, который я вам предоставил. Редактор так не писал, конечно же, это просто я тут немного переделал, но смысл остался тот же. Шашлычки. Сегодня эдак полдня не работал тренинг. И я это почувствовал, когда хотел подготовить обложку, то есть редактор. Но не важно сама новость, как забавная ситуация. Оказывается, владелец уехал на шашлыки и забыл оплатить хостинг. Лол. Ну, вы знаете, это стандартная ситуация, когда забываешь заплатить за хостинг и уезжаешь на шашлыки. Но такое бывает, конечно, да. Мы тут никого не будем осуждать. Как бы всем нужно есть. Всем нужно ехать на вот эти вот самые шашлыки для того, чтобы поесть вот эти самые шашлыки. И пожарить не только шашлыки, но и, возможно, каких-нибудь женщин. А, вуман. А, гёрлс. А, бойза. Клуб. А, двоечка, троечка. Не важно. Не важно вообще, что происходит и так далее. Это абсолютно не важно. Давайте вернёмся к дайджесту. Бриллиант ролеплей. Раз в Сэмпе и в Крэмпе не повезло, то в Инстаграм повезёт. Подумал основатель погибшего Бриллиант ролеплей. Ну, или группу продали с потрохами. В любом случае, весёлая ситуация. И, кстати, на скриншоте вы можете увидеть то, как... Там, я не знаю, Бриллиант, Инстагейм, первая в мире Инстаграм-игра. Господи, блять, что это такое? Вы вообще... Вы знаете вообще, для кого этот самый Инстаграм создан? Он создан вот самим Адольфом Гитлером для взращивания своей вот этой вот новой империи из Третьего Рейха. Вы вообще понимаете, чем вы пользуетесь? Господи, Инстаграм-игра. Я не удивлюсь, что там надо будет вставать, я не знаю, в 5 часов утра, слушать вот это вот самое там русский рэп и резать себе вены. Конечно, тут всё может быть вот с этим вот Бриллиант ролеплей, с этим Инстаграмом вообще. Я вам после вот данного дайджеста советую удалить свой Инстаграм-аккаунт и просто идти там лежать на диване и пить пиво. Я, конечно, дико извиняюсь, но это нужно сделать. Иначе всё будет просто плохо, вы понимаете? То есть даже Донкозор Лаунж вот выложил уже украинскую сборку, на которую отреагировал Милки. Это, если что, не из дайджеста, это просто я вам рассказываю. И то есть, и вот такое произошло. Это всё, знаете, потому что у них был Инстаграм-аккаунт. Всё это произошло вот так, потому что истории были именно в Инстаграме от Милки. Я вот, я даже не знаю, как такое возможно, однако, ладно. Фруид Проджект, то есть фруктовый Проджект или Проджект Фруктов. Фруктов. Блядь, господи, я думаю, что это не особо важно. Наконец, в группе проекта появились посты с новостями. Коротко пройдёмся по тому, о чём рассказал разработчик. Первое. С недавнего времени из состава команды проекта вышел Александр Зорин, уже бывший пиар-менеджер. Вы знаете, вот этих вот пиар-менеджеров, их достаточно сложно найти, потому что люди в основном покупают каких-нибудь там, я не знаю, Николаев-Бурцевых или просто занимаются этим сами, что приводит к какой-то полнейшей хуйне. Однако, ладно, вернёмся к дайджесту. Как говорится, в посту он занимался обманом игроков на... ВК Коин, блядь! Что? Ха-ха! Блядь, в ВК... Нет, я вам серьёзно, я вам скину ссылку на дайджест. ВК Коин, блядь! Ха-ха! Блядь! Ха-ха-ха! Фруид Проджект, блядь! Ха-ха! ВК Коин, нахуй! Ой, блядь! Ой, ладно... Е-е-е... ВК Ко... Блядь! Ха-ха! 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 Блядь! Как это вообще работало? Вы себе можете представить? Вот заходите, вы такие на сервис, это фруид Проджект, это фруктовый Проджект, а там вам такие, типа, эй, скинь меня ВК Коин, и я дам тебе админ куда... Или как это работало? Что, блядь, что происходит? Я не понимаю, какие, блядь, ВК Ко... Пиздец, чуваки, не, вы че-то хуйню какую-то погнали, это пиздец. За что и был уволен. Забавная и нелепая ситуация. В скобочках от редактора, кому нужны эти монетки? Ну вот, если редактор уж так спрашивает, то монетки нужны мне, скидывайте мне их, я на них куплю купоны Delivery Club, вот этого там, и никак их не буду использовать, поэтому скидывайте их мне, я все сделаю. Но вместе с тем, она портит репутацию проекта, то есть вот эта самая нелепая и забавная ситуация. Будем надеяться, что ребята реабилитируются, и больше не будут наебывать игроков на ВК Коин, блядь. Это я от себя немного добавил, вот, то есть реабилитироваться от редактора. В общем, охуеть, блядь. ВК Коин, блядь. Ой, ладно. Второе. Обновление продолжает разрабатываться, несмотря на такие потрясения в команде проекта. Но с рекламой беда, ей некому заняться. Так что, если ты нормальный перчик и не обманываешь никого на ВК Коин, то вперед. Это, как бы, редактор. Я никого и ни к чему на этом фруид проджекте не призываю. Также никого не призываю обманывать на ВК Коин, блядь. Пиздец нахуй. Ой, ладно. Flynn RolyPlay. Мирное обновление до версии 1.9.7.2. Это, знаете, этакий ченджлок, как вот тут написано. Сделан расход топлива в зависимости от состояния машины. Чем оно хуже, тем больше расход топлива. Исправлено торможение при активированном чип-тюнинге. Исправлена цена за починку двигателя в СТО. А также снижена. Исправлены эфиры СМИ, СФ и ЭЛС. Теперь они независимы друг от друга. Добавлена команда Stats Radio, чтобы отслеживать, какое радио больше слушают. Добавлены команды FFintCar, поиск авто семьи. И слэш ченч вверх нам, обмен номера TS. Исправлены все баги с слэш без вар у мафии. Система бонусов. Каждый день вам надо отыграть минимум 2 часа. После чего получаете приз. Чем больше дней подряд вы заходите, тем круче приз. Если вы хотя бы 1 день пропустите, вам придется начинать опять с первого дня. Если вы дошли до последнего дня, то опять начнете с первого дня. И так по кругу. Информация по бонусам. Слэш бонус. Ну мало ли кто-то играет на там Flynn Roleplay. Это по-моему сервер для андроидовской версии GTA Sump и так далее. Абсолют Roleplay уже, который закрылся после самого первого выпуска Sump News. Однако ладно. Change Lock. Для перечисленных изменений необходим Sump Addon 2.5. А вот разработчик Абсолют Roleplay, как вы это объясните? Вот я скачал вот этот вот Sump Addon или Sump Addon вот и обосрался. То есть это как вообще понимать? Я вот лично этого абсолютно не понимаю. Но давайте перейдем к Change Log. Теперь погода меняется постепенно в течение минуты. Они моментально. Ебать. Они добавили что-то более-менее рпшное на Абсолют Roleplay. Серьезно. Вот на этот вот Абсолютный сервер. С Абсолютными бат... Я дико извиняюсь. Опять что-то нашло на меня. Я дико извиняюсь. Отключен эффект жары от погоды. Сделано название сервера в скриншоте. Эммм... Немного не понял. Однако ладно. Стрелять пассажирам из транспорта теперь можно без водителя в нем. Садиться пассажирам на мотоцикл теперь можно без водителя в нем. Забавно, конечно. Но ладно. Сделан безлаговый ограничитель скорости. В скобочках на РП. Отключен запрет быстро садиться и выходить из машины пассажиров без водителя. В скобочках на ДМ. Сделана безлаговая регенерация ХП. В скобочках на ДМ. Был обнулен читерский мир. Ебать. Я помню у меня как-то был аккаунт на Абсолют Руллиплей. Я помню вот флайп поджал и был в читерском мире. Надо будет зайти на свой аккаунт. Поиграть, почитерить. Ну вы знаете. И небольшое изменение с сам клиент. А вот тут уже даже мне интересно. Исправлен баг. Когда сам ники и тексты неправильно проверялись на отображение. Их за стеной при повороте камеры средней кнопкой мыши. Нихуя не понял. Но очень интересно. Всем спасибо за просмотр данного дайджеста за 26 апреля. Всем пока.